Добрый день, сэр. Меня зовут Сушат Кумар Бешва. Я научный сотрудник Бенарейского индуистского университета. И мне очень повезло, что у меня есть возможность прояснить с вашей помощью некоторые свои сомнения. Я потерял искру. У меня нет постоянной мотивации. У меня пропала мотивация. Как её вернуть, чтобы жить счастливой жизнью? Как вернуть чувство умиротворения внутри? Благодарю вас. Видители. Природа жизни такова, что... Пожалуйста, присаживайтесь. Если вы выйдете в сад и попытаетесь поймать муравья, университетского муравья, который был рождён здесь, вырос здесь и, возможно, умрёт здесь, если вы попытаетесь поймать его, разве он скажет, «Моя жизнь мне безразлична, можешь раздавить меня». Разве он будет себя так вести? Он сделает всё, чтобы защитить себя. Он ценит свою жизнь, не так ли? Он очень даже ценит свою жизнь. Крошечное маленькое создание, которое мы можем даже не заметить. Мы можем наступить на него, не заметив. Но это создание чрезвычайно ценит свою жизнь. Так ли нет? У него есть искра. Но вы, человек, по крайней мере, на этой планете, вы вершина эволюции. По крайней мере, физиологически. Да? Остальные поведенческие аспекты вызывают в этом сомнения. Но, по крайней мере, в том, что касается физиологии, это самое развитое создание на планете. Самое развитое создание на планете означает, что оно обладает наиболее сложной нервной системой и высочайшим уровнем способности головного мозга. Это означает, вы можете думать, вы можете запоминать, у вас есть память. У вас очень яркая память и фантастическое воображение. У муравья нет такой яркой памяти, а также такого великолепного воображения. Он обладает этим в некоторой степени. Но его ум осознает только ту жизнь, в которой он проживает. Система образования, в которой вы находитесь, начиная с детского сада, такова, что освещает все, что только можно, за исключением вас самих. Все остальное она рассматривает. У кого-то докторская степень в туризме, у кого-то в биотехнологии, у кого-то еще в чем-то. Но ни одна из областей, не связанного с этим, как функционирует вот это, этому не уделяется никакого внимания. Функционирование человека. Здесь, в Аранасе, есть храм Калабайрова. Что это значит? Человек существует в трех измерениях времени. Человек живет благодаря насыщенности своей памяти. То, насколько богата ваша память, определяет, что вы сделаете и чего не сделаете. Не так ли? Поэтому память важна. Важен и текущий опыт, а также для будущего очень важно то, насколько живо ваше воображение. Сейчас проблема в том, что эти понятия перемешались, поскольку просто не существует обучения этому. Наших детей не обучают ничему, что требуется. Когда мы говорим обучение дисциплина, люди думают, это значит ходить вот так, как идиоты. Вы не умеете управлять своими умственными способностями. Из-за этого ваш ум обращается против вас. Вы все еще страдаете из-за того, что случилось 10 лет назад? Да? Вы уже страдаете от того, что еще только может произойти послезавтра. Вы не умеете управлять своими умственными способностями. Вы не знаете, как использовать свою память. Вы не знаете, как использовать свое воображение. Ваша память приносит вам страдания. Ваше воображение приносит вам страдания. и вы думаете, что страдаете от жизни. Вы страдаете не от жизни. Вы страдаете только из-за двух величайших способностей, присущих человеку — яркой памяти и фантастического воображения. Не так ли? Если вы страдаете из-за величайших даров, которые у вас есть, что вы можете сделать с собой? Если вы страдаете от болезней — это понятно. Если вы страдаете от отсутствия способностей — понятно. Если же вы страдаете от своих способностей, вы безнадежны. Да или нет? Вы страдаете от своих способностей. Если вы страдаете от их отсутствия, это нормально. Но вы страдаете от способностей, которые у вас есть. Около 4-5 месяцев назад, возможно, вы видели в новостях, молодая 34-летняя женщина, телеведущая из Хайдрабада, выпрыгнула из окна пятого этажа, покончила жизнь самоубийством. Она оставила записку. «В моей смерти прошу никого не винить, но мой мозг — это мой враг». Сколько миллионов лет потребовалось для того, чтобы этот мозг приобрел такой размер, и теперь он становится вашим врагом? Она озвучила это. Но то же самое справедливо для почти 90% людей. Они страдают от своего интеллекта, не так ли? Если вы уберете половину их мозга, они будут чувствовать полное умиротворение. Да? И поэтому разные идиоты начинают говорить, что высшая цель в жизни — это покой ума. Такие люди только упокоятся с миром. Что касается непосредственно вас, университетская жизнь, если кто-то не будет вас все время будоражить, она может стать слишком простой. Даже я помню, когда я посещал университет, большую часть времени мы проводили в столовой или в саду. Университет был самой легкой частью моей жизни. Скорее всего, это никому не понравится. Но я думаю, что время, которое люди проводят в университете, необходимо сократить. Если только человек не делает там что-то гениальное. Всех остальных нужно выпускать оттуда через 3-4 года. Если люди делают что-то очень интенсивно, сконцентрировано, их нужно оставить. А иначе... Видите ли, я говорю это всем вам, молодым людям. Делайте со своей жизнью все, что захотите. Но вы должны быть интенсивно сконцентрированы на чем-то. Если вы ни во что не вкладываетесь, ваша жизнь будет просто потрачена впустую. Поскольку, как я сказал в самом начале, одним из основных компонентов вашей жизни является время. И оно просто уходит. Вы уже на 2 часа ближе к могиле с тех пор, как пришли сюда. Да или нет? На 2 часа ближе к ремонционным катам в маникарнике. Да или нет? Да. Вы не бессмертны. Ваше время ограничено. Но скажите, представляет ли ваша жизнь для вас ценность? Тогда вы должны решить, во что вы хотите вложить эту ценную жизнь. Если она ничего не стоит, выбросьте ее куда-нибудь. Если она имеет ценность, вложите ее во что-либо стоящее, не так ли? Поэтому, если вы инвестируете ее во что-то стоящее, у вас будет не просто искра. Вы будете пылать. Все время. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok